Друзья, пока вы посмотрите данное видео, на просторах ютуба появится 10 новых ютуберов по битве замков. И сегодня я хочу вам представить канал под названием Костя и Микс. Человек тоже записывает огромнейшее количество интересных видео по битве замков, а также по другим играм. И что самое интересное, он придумал программу, которая подсчитывает эффективность ваших сегильдийцев во время битвы гильдий. И очень интересно и прикольно, ну а ссылочки на абсолютно все вы найдете в описании под этим видео. Канал Костя и Микс. Привет, битва замков. Ну что, сегодня будет достаточно пуканистая тема. Поговорим сегодня о взломе, продаже, воровстве, аккаунтов, обмане. И, казалось бы, я вам нового сегодня ничего не расскажу. И почему это видео будет пуканистым? Почему эта тема будет пуканистым? Да все достаточно просто. Есть одно но. И это но заключается в том, что такие вот уроды, которые, мягко говоря, занимаются неправомерными вещами, могут находиться совсем рядом с вами. То есть с ним, с ней рядом, со мной рядом, в одной гильдии. И такая история произошла со мной, ребята. В гильдии диктаторы такое произошло. Будем сейчас разбираться. Я вам все поведаю. Как бы от вас утаивать ничего не буду. Ведь благодаря вам я узнаю о таких вот говнюков, которые обитают рядом со мной. Это уже вторая такая вот подобная история, которая произошла. Первый раз была тема в диктатуре, когда чувак туда вступил ради того, чтобы подороже продать свой аккаунт. Причем в объявлении Гордон написал, что аккаунт находится в диктатуре. Видать, думал, ему типа там 50 рублей что ли больше доплатят. Хрен его знает. Но тогда мы вот сразу же тоже отключили. То же самое произошло и в диктатуре. Только тут уже не продажа аккаунтов, а взлом. Мы пригрели, точнее. Я, наверное, пригрел. Косяк и ошибка все-таки остается за мной. Я пригрел на груди гадюку. Или хрен знает, как это вообще в принципе можно сказать. Короче, когда был большой набор в гильдию диктаторы, со мной вконтакте списался мой подписчик, который очень хотел вступить. По собеседованию я понял, что человек, наверное, еще не совсем взрослый. Но при этом он был достаточно дружелюбным, адекватным. И я ему разрешил войти в нашу гильдию с испытательным сроком. И он проявил себя вроде нормально, все хорошо. И на битве гильдии даже там зарабатывал хорошее количество очков. В общем, проблем с ним не было. Посмотрите, это игрок под ником Заевател. Он даже 30 тысяч кристаллов героев в гильдию задонил. Даже пытался помочь с набором игроков, когда у нас была нехватка. Ну, конечно, 30 тысяч кристаллов. Я не знаю, для чего он это сделал. Так как, в принципе, гильдия 10 уровня. И ресурсы лучше вкидывать не в гильдию, а тратить на прокачку умения своим героям. Ну да ладно, сейчас разговор не об этом. Очередной раз огромнейшая благодарочка идет непосредственно моим подписчикам. Потому что один парень написал целую большую статью со скринами, доказательствами. О, так сказать, неправомерных действиях данного человека. И кинул ее в ютуберы, которые я в скором времени опубликую. Там много скринов. Вот, вам будет интересно почитать и поугарать. Система простая. Этот чувак, допустим, ищет в чате игры других игроков. Там и от имени девушки. Входит к ним в доверие. Потом переходит переписка уже непосредственно в контакт. И там он пишет также от имени девушки. Настя Самойлова. Имя, фамилия данного аккаунта в контакте. Ну, в любом случае это фейк. И после этого видео он поменяет имя. Там что-нибудь придумает. Вот. И представляется девушка и начинает разводить на аккаунт. И как это все происходит? Он находится в гильдии, в которой есть два ютубера. То есть я и Руслан Кудрин. Где-то он здесь рядышком у нас был. Не знаю, онлайн или не онлайн. Вот Русланка тоже вместе с нами. Он тут помогает нам. Огромнейшая благодарочка ему. Моей сестренке. Вот. Пишет типа, давай там чувак. У меня вон там ютубер в гильдии. Там хочет поролить героев. Там давай может дай ему свой аккаунт. Он там тебе задонатит самоцветов. И потом в это же время фейковый аккаунт в контакте Руслана начинает писать этому же человеку. И предлагать, так сказать, свои услуги ютубера. Как бы это интересно не звучало. Вот. У данного уродца, короче, два аккаунта. На одном аккаунте он сидит типа, как девушка. А на другом типа, как Руслан Кудрин. Вот. А мы вам не устаем повторять о том, что мы продажные ютуберы, которые никогда не задонатят вам самоцветы. Потому что нам жалко. Потому что мы нищеброды. У нас нихрена нету денег. Мы берем донаты по 20 рублей. А вы верите в то, что мы вам задоним 30 тысяч самоцветов. Но, ребята, бред. Сколько раз вам можно объяснять? И причем, если вам пишет какой-то ютубер, то посмотрите. Мы под каждым своим видео оставляем свою страницу в контакте официальную. Других у нас нету. А игроки, многие вот эти вот гондонистые игроки, которые пытаются своровать аккаунт, часто воруют у нас фотографии. Вставят фейковый аккаунт и выдают нас за себя. И что самое интересное, многие из вас напишут, что на такое может попасться только школьник. Да, ребята, я с вами согласен. Но есть огромнейшее количество примеров, когда на такую херню ловятся взрослые люди. Да, и, кстати говоря, разводом занимаются не только школьники, а также взрослые люди. Как бы я всякое навидался. Вот. И тут такая вот тема. Прикиньте, сидит пиздюк такой. В моей гильдии. Вот. Находится в гильдии еще и с Русланом Кудриным. Выдает, так сказать, себя за него. Вот. И разводит людей на аккаунты. Вот. Статейку в ютуберах опубликую. Посмотрите. Ну и сейчас скрины вам тоже на видосики накидаю. Вперся в доверие такой. Еще людей ищут для гильдии. Может, я не знаю. Он аккаунты хочет воровать для того, чтобы их в гильдию засунуть. Типа, чтобы свободные места заполнить. Ну какой-то бред. Реально. И, знаешь, обидно. Вроде там человек адекватный, все, дружелюбный. А он, оказывается, за спиной аккаунты ворует. Уродец. Такой маленький. И, знаете, я даже думал, короче, наказать, проучить этого долбана. Взять у него аккаунт, так сказать, на обзор или еще на что-то. Или сказать, что я ему задоначиваю самоцветов. Ну, все сделать по его же, так сказать, системе. И, поверьте, я бы его развел бы на аккаунт. Это было бы легко. И взял бы его аккаунтик. Еще бы с ним по скайпу созвонился бы. Типа, записать видосик. Вот. Сделал бы ему демонстрацию экрана. И на его глазах слил бы ему нахрен всех героев. Поменял бы пароль. И вообще выбросил бы этот аккаунт в небытие битвы замков. Вот. И его бы там, наверное, как всегда, бомбило бы. Но, в любом случае, это получился бы очень интересный видос. Вирусный. На котором я заработал бы много просмотров. И я бы еще кайфанул. Потому что такого уродца проучил. И вам бы, наверное, понравилось. Но, с другой стороны, я так подумал. Если я буду разводить его на его же аккаунт. Еще сливать ему героев. Конечно, это было бы справедливо. Но, с другой стороны, чем я буду отличаться от него. Так что, пускай гуляет Вася. Куда хочет. Будем мы его исключать из гильдии. Покажу его. Все аккаунты. Откуда что он пишет. Запомните. Ник заевател. Ни в коем случае не берите данного игрока в гильдию. Не общайтесь с ним. Если он пишет. Он разводит на аккаунты. И вот такая вот фишка. Прикиньте, пригрел змею, блин, в своей гильзии. Охренеть, короче. Но, ребят, посмотрите. У нас сейчас 6 свободных мест. Все очень просто. Потому что в последних битвах гильдий у нас херовые, так сказать, результаты. Сейчас я кикнул всех игроков, которые накосячили. То есть, которые мало в битве гильдий набирали очков. Так что, если для вас важна битва гильдий, вы активно в ней участвуете, то вступайте к нам. У нас босс 21.00 и набор у нас от 140 тысяч силы. Вот. Так что давайте быстренько до воскресенья вступаем. И потом. Вау-вау-вау на битве гильдий. Тут просто в последние разы вообще пипец. Одной и той же гильдии. В принципе, у нас сила одинаковая, да. А мы им проигрываем там второй или третий раз. С разницей в очках. В 300 очков. Там, в 1000 очков. Как такое может быть, я не понимаю. И всегда это из-за какого-то человека, который возьмет там, не придет на битву гильдий. Или накосячит. Наберет только 700 очков. Не все попытки использует. Бесит. Короче, всех таких вот мы исключили. Ждем свежую кровь. Говнюка, который ворует аккаунты, прикрываясь именем Руслана Кудрина, моим именем наши, прикрываясь именем нашей гильдии, мы тоже исключили. И хрен! И никто от этого не застрахован. Ёлки-палки. Вроде все, нормальный человек. А потом бац, те подписчики пишут. Смотри, кто у тебя в гильдии. Смотри, что за урод. Смотри, что он делает вообще. И блин, дико обидно становится, да. Вот. Конечно, надо было, надо было проучить. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, ребята, поступил ли я правильно, что я не взял его аккаунт на обзор и не слил ему нахрен героев всех. И не записал это на видео. И не записал на видео, как его бомбануло бы. Вот. Или нужно было так сделать. Или все-таки пускай гуляет Вася и дальше пытается развести людей. Хрен его знает. Ну вот, просто обидно. Но, с другой стороны, если бы я ему слил всех героев, вот, украл бы аккаунт у него, то я бы ничем не отличался бы от него. Я думаю, что все-таки я поступил правильно. Вот. Все. Ждем новых ребят. Шесть мест свободно. Блин, не забываем, что мы продажные скотины с ютуберами. Мы не будем вам донатить самоцветы. Не верьте. Если какой-то урод пишет вам от моего имени и говорит, дай аккаунт, короче, я паролю у тебя героев. Ты выиграл там в 75 сезоне дядьки рандома или роллинг баттла. Мы берем твой аккаунт. Не верьте его. Не верьте ему. Шлите его нахрен, короче. Потому что я вот... Я 20 рублей доната собираю на стримах. Какой я вам донатить буду? Вы чего, ребята? Никто из ютуберов вам просто так донатить не будет. Не верьте. Вас разводят. Но, блин, сколько бы мы ни говорили об этом, всегда найдутся те игроки, которые отдадут свой аккаунт, а потом будут очень сильно переживать, когда у них этот аккаунт своруют и попадаются продать кому-то за 100 рублей. Прикиньте. И даже взрослые люди есть. Вот бомбит меня, короче. Реально бомбит. Вот такой вот видос, короче. Тут просто, просто жесть. Так что так вот. Ладно, ребят, спасибо вам за внимание. Ну, слова яйцам хоть я узнал чуть-чуть позже, чем надо было, да. Но узнал, что вот у нас в гильдии оказался вот такой вот человек нечистый на руку. Вам же я пожелаю удачи. Побольше вам внимательности и осторожности, вот. Не верьте никаким ублюдкам. И всем пока. Прикиньте, он мне еще пишет. Саша, я не понимаю, почему меня выгнали? Потому что нельзя быть на свете уродом таким. Таким. Продолжение следует...